добрый вечер дорогие друзья время 20 00 и я думаю мы начнем наш вебинар посвященный гипер паратериозу что же такое гипер паратериоз другое название этой болезни болезнь реклингаузена и вот сам реклингаузен описал гипер паратериоз как клинический синдром обусловленный повышенной продукции около щитовидными железами паратериоидного гормона какие бывают виды гипер паратериоза гипер паратериоз бывает первичным вторичным и третичным чем же обусловлен первичный гипер паратериоз Клинически мы всегда наблюдаем повышение паратиреоидного гормона в результате развития объемного образования или гиперплазии, то есть увеличения ткани паращитовидных желез. Аденома околощитовидной железы может быть как солитарной, то есть единичной или множественной аденомой. Повышение паратиреоидного гормона возможно и при карциноме, то есть при злокачественном процессе околощитовидной железы, а также возможно при синдромах множественных эндокринных неоплазий как первого, так и второго типа. При вторичном гиперпаратиреозе клинически отмечается компенсаторное повышение паратиреоидного гормона на фоне гипокальциемии, то есть на фоне сниженного уровня кальция. А также при вторичном гиперпаратиреозе очень часто клинически отмечается хроническая болезнь почек, хроническая почечная недостаточность, дефицит витамина D возникает на фоне различных заболеваний кишечника и на фоне различных костных заболеваний. Третичный гиперпаратиреоз характеризуется автономным повышением паратиреоидного гормона с формированием парааденомы. Парааденомы, как правило, формируются на фоне гиперплазии паращитовидной железы при вторичном гиперпаратиреозе. Статистически первичный гиперпаратиреоз встречается с частотой порядка 25 новых случаев на 100 000 населения в год. С первичным гиперпаратиреозом связано около 35% случаев синдрома гиперкальциемии. После сахарного диабета и тиреотоксикоза первичный гиперпаратиреоз является третьим по частоте эндокринным заболеванием. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-50 лет. При этом первичный гиперпаратиреоз в два раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин. И в 3% случаев имеется у женщин в постменопаузальном периоде. Как правило, гиперкальциемия регистрируется у взрослых 0,5-1,1% случаев чаще, у женщин старше 50 лет. Причиной клинического значения гиперпаратиреоза – это изменение кальциевого обмена. А также фосфорного обмена. И вот на этом слайде представлены значения для организма кальция и фосфора. Кальций и фосфор – это основные структурные компоненты костной ткани. Кальций участвует в мышечном сокращении, является посредником в передаче сигналов в клетку, то есть в нейромышечной передаче, и является обязательным компонентом гомеостаза. Фосфор используется для синтеза нуклеотидов, для подзарядки АДФ, аденозин дифосфата и фосфорилирования белков, в том числе и различных ферментов. Как вы видели из предыдущего слайда, значение кальция и фосфора для гомеостаза организма, для нормальной деятельности организма крайне велико. И в крови кальций содержится в следующих формах – свободный или ионизированный кальций, который постоянно циркулирует в крови, а также различные соединения кальция – кальций-лактат, кальций-фосфат. Часть кальция в крови связана с альбумином. Физиологическая норма кальция в крови от 2,15 до 2,5 ммол на литр. Рекомендуемая ежедневная доза потребления кальция для взрослых – от 800 до 1,2 мг. Вот примерно так схематично выглядит кальций в кровеносном русле человека. Анатомически, за что же отвечают, где располагаются околощитовидные железы и как они участвуют в кальциевом обмене? Околощитовидные железы или парощитовидные железы, как отмечено на этой картинке, располагаются на задней поверхности щитовидной железы и плотно к ней прилегают. Это вид спереди, это щитовидная железа, вот это ее перешеек, правая и левая доли. И по задней поверхности располагаются околощитовидные железы, как правило, их 4, 2 верхних и 2 нижних околощитовидных железы. Околощитовидные железы вырабатывают 2 гормона, паратиреоидный гормон и гормон тиреокальцитонин. Эти гормоны регулируют кальциевый обмен. И функция кальцитонина, кальцитонин принимает участие в регуляции обмена кальцией и фосфора в организме, влияет на активность остеокластов и остеобластов. Снижает уровень кальция в плазме крови за счет усиления поглощения кальция и фосфора остеобластами. Это остеобласты, это клетки, которые разрушают костную ткань. Он стимулирует размножение и функциональную активность остеобластов, тормозит размножение и функциональную активность остеокластов и процесс резорбции кости, обладает анальвизирующим действием. И, вероятно, поэтому при болях костного происхождения этот эффект обусловлен действием кальцитонина на центральную нервную систему. Парад гормон, в свою очередь, регуляция его следующая. Он восстанавливает нормальный уровень кальция во внеклеточной жидкости путем прямого воздействия на кости и почки и опосредованного воздействия через синтез кальцитриола на слизистую кишечника, повышая скорость растворения костной ткани, то есть вымывание как органических, так и неорганических компонентов, что обеспечивает переход кальция во внеклеточную жидкость, снижает экскрецию, то есть выделение кальция почками, способствует повышению концентрации этого катиона во внеклеточной жидкости, стимулирует образование кальцитриола, увеличивает эффект всасывания кальция в организме. Вот, казалось бы, две очень важные функции двух этих гормонов. И далее схематически показано, как они взаимодействуют друг с другом в норме, когда нормальные показатели уровня кальция в крови и когда имеется дисбаланс. Как показано на картинке, кальцитонин стимулирует запасание кальция в костях. Паратиреоидный гормон выводит кальций из костей. И при вариантах нормы эти два гормона регулируют так называемый кальциевый обмен. Итак, на этой картинке представлено взаимодействие паратгормона паращитовидных желез и кальцитонина щитовидной железы, влияние их на важные органы и структуры организма. Как я уже и сказал, паращитовидные железы для костей паратгормон активируют остеокласты, тем самым повышая уровень кальция в крови. Кальцитонин угнетает остеокласты, тем самым снижает уровень кальция в крови. Для почек под воздействием паратгормона происходит стимуляция обратного всасывания кальция и усиление выведения фосфатов с мочой. Для кальцитонина, в свою очередь, на почки влияет усиление выведения кальция с мочой и снижение выведения фосфата. При повышении паратгормона в кишечнике происходит усиление всасывания кальция и различных фосфатов. Итак, мы подходим к самому важному слайду на сегодня. Он выглядит довольно просто, выглядит довольно схематично. Как же выявить гиперпаратериоз? Я рассказал довольно, наверное, для вас непонятную схему взаимодействия кальцитонина и паратгормона. Но хочется отметить, что же нужно знать пациенту, как выявить у себя это заболевание. Нужно понимать, что без показателей уровня кальция мы не можем никаким образом выявить это заболевание. И первонаперво для пациента нужно выявить его значение кальция. Как общего, так и ионизированного. Следующим этапом необходимо сдать несколько гормонов. Это паратгормон и тот же самый кальцитонин. Таким образом, при повышении уровня кальция в крови можем судить о наличии или отсутствии гиперпаратериоза у пациента. На этом слайде я привел снимок стентиграфии около щитовидных или паращитовидных желез. Вот здесь показана щитовидная железа. Так она накапливает контраст. Как правило, это используется технецией здесь. Здесь через некоторое время, как правило, через 30 минут она начинает сбрасывать контраст. И вот на этих снимках видно, как практически выделяется или горит аденома около щитовидной железы. Топически здесь получается левая и нижняя аденома около щитовидной железы. Вот участок гиперфиксации, и на последней картинке его нет. Здесь мы видим аденому левой нижней около щитовидной железы. Конечно, стентиграфия является золотым стандартом для определения различных аденом солитарных или множественных около щитовидных желез. Вот на этой картинке схематично представлены нормальная околощитовидная железа и аденома пара щитовидной железы. Итак, как же необходимо лечить гиперпаратериоз? Гиперпаратериоз возможно лечить в зависимости от его формы. При первичном гиперпаратериозе, когда есть прямой источник изменения кальциевого обмена, конечно, отдается предпочтение в сторону хирургического лечения, поскольку, как правило, удаление пара аденомы приводит к полному выздоровлению. При различных других формах гиперпаратериоза, вторичном или третичном, вопрос лечения как консервативного, так и оперативного, поскольку, как мы с вами уже говорили, причин вторичного или третичного гиперпаратериоза может быть несколько. Оперативное лечение гиперпаратериоза. Здесь я привел операцию, которую рутинно выполняет у нас в СМ-клинике. Это операция МИБАП. Впервые эти операции начали применять в Италии. Разработал их профессор Павло Микколи. Операция с применением видеоассистента. Вот так она выглядит схематично. Здесь стоит видеоассистент, оператор и, собственно, его первый ассистент. Видеоассистент держит камеру. Оператор, опираясь на изображение в камере, может выполнять операционный прием, то есть выполнять операцию через маленький доступ, как правило, это разрез до 2 см. Вот так схематично выглядит эта операция. В принципе, принципиальным отличием его является именно маленькая длина разреза, что обеспечивает хороший косметический эффект. И схематично выделяется под контролем эндоскопа образование, которое необходимо удалить. Как правило, это параденома. И тем же самым под контролем эндоскопа она удаляется. Использованием видеоассистента, преимуществом использования видеоассистента является то, что когда мы смотрим на экран, мы видим изображение, увеличенное в несколько раз. Это позволяет нам избежать травматизации различных структур, таких как, например, возвратно-гортанный нерв. Итак, в заключении хочется сказать, что повышенный уровень кальция в крови – это симптом, который всегда должен являться причиной углубленного обследования, поскольку лежащие в его основе заболевания для организма человека могут быть очень опасны. Если вы сделали анализ и ваш кальций повышен, вам необходимо первонаперво проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Большое спасибо!